Я с удовольствием объявляю народная артистка России Валентина Толкунова. Я не могла не прийти. Я бы приплыла, я бы прилетела, потому что я не могу иначе, правильно сказали. Я не могу иначе, потому что я не могу не поздравить тебя, Ленечка. И в этот юбилей это счастье говорит ты и Ленечка, потому что ты остался удивительно молодым, удивительным жизнелюбым. И совершенно твоя душа не стареет никогда. И когда мы с тобой разговариваем по телефону, ты запишешь астротами, ты пишешь книги, которые потом даришь людям. И пример этому последняя книга о Юрии Никулинине. И из этой книги я многое-многое о тебе самом узнала. И для меня было, конечно, откровением, потому что мы с тобой были знакомы как певица и поэт. Поэт, который писал много с Леонидом Афанасьевым, с другими композиторами. Но я никогда не знала, что такой милый, обаятельный, смешной, пока с тобой однажды не поговорила по телефону. Я счастлива, что сегодня я могу тебя поздравить. Я счастлива, что у тебя много друзей, которые пришли к тебе сегодня. И спасибо тебе большое за те песни, которые ты мне подарил. Спасибо тебе большое за то актерское мастерство, которым ты обладаешь, когда пишешь свои стихи, потому что ты образно видишь песню. И очень многое можешь подсказать исполнителю, как ее сделать, как ее спеть. Потому что в Леоне есть и режиссер, в нем есть музыкант, он сам пишет мелодии, сам пишет стихи. Он очень талантливый человек. Я благодарю судьбу за то, что она меня познакомила с тобой, за то, что сегодня я могу прийти и поздравить тебя. И за то, что не так часто судьба нам дарит дружбу с талантливыми людьми. И я благодарю тебя за то, что ты умеешь нести свет непосредственности, простодушия, детскости и доброты, которая в тебе есть. Она в тебе заложена. Иначе бы ты никогда не был клоуном. Я два слова скажу, пожалуйста. Вы знаете, если вы спросите, любил ли и люблю ли я Валечку Толкунову, я не знаю, что я вам отвечу, но совершенно точно я вам скажу, что я всегда ужасно ревновал ее ко всем мужчинам. Я не давала повода. Я не давала повода к ревности, я надеюсь. Началось с Илюшки Катаева. Как давно это? Началось с Илюшки Катаева. Илюшка Катаева сейчас в Америке. Так уж он даже еще дальше, к сожалению. Сейчас я его увижу, потому что я вот-вот должна улететь на гастроли. А где он? Не увидишь ты его. А где он, что с ним? Уже в другом мире. Не буду омрачать вечер. Илюша Катаев? Да. Стоил на полустаночке, пока стоял он. Когда это случилось? Да, да, уже год три, по-моему, да? Да я с ним виделась в прошлом году. В Терлецке рядом он все знает. Да вы что? Я только что с ним разговаривала. Нет. Нет. Я с ним только что разговаривала. С Илюшей Катаевым. И он написал. Это известный музыкант, известный композитор. Вы, наверное, путаете с кем-то. Да. Он живет в Нью-Йорке. Я его очень скоро увижу. И я ему везу пленку, которую он очень хочет. Он забыл ее здесь. Вернее, так быстро уезжал, так скоро, что забыл ее просто взять. Не успел. Нашей оперы, драматической оперы «Русские женщины» по мотивам Некрасова. И он написал музыку. И поэтому я везу ему, потому что он работает в Нью-Йоркском радио. И с ним все хорошо. И дай Бог ему долгих лет жизни. Есть такая примета, когда... Ну, конечно. Есть большая разница. Значит, Илюша предстоит долгая жизнь. Хорошая тема у нас на дне рождения. Потрясающая тема. Я вообще с другим совсем вышла. Но так как сегодня как бы семейный вечер, и сегодня все говорят то, что они хотят говорить, и то, что они думают, нет, мы можем только порадоваться нашему братству, нашему содружеству. И хочется, чтобы все долго-долго жили. Потому что наше поколение, особенно старшее и среднее, это особенное поколение. Ведь с уходом того или иного человека обрывается ниточка с жанром, ниточка с жизнью. Тех актеров, которые представляли этот жанр. И каждого очень жалко. Ленечка, я тебе желаю долго-долго творить. Я тебе желаю долго-долго быть с нами. И чтобы мы были всегда с тобой. И чтобы ты всегда нам дарил свои звонки, через день хотя бы. И каждый раз рассказывал новый анекдот. И вот эти шутки, они неиссякаемы в тебе. Поэтому мы тебя очень любим. И я сегодня... Я тебе сегодня не спою песен, которые мы с тобой записали и сделали много. Я тебе спою песни разных-разных лет. С твоего позволения. И этим тебя поздравлю. Разреши мне это сделать. Потому что... Это все песни наших товарищей, наших композиторов, поэтов, с которыми Леня, я, все мы. И Гелечка, и Танечка. Все были дружные. Все общались. Все пели. И мне хотелось бы вот объединить все это сегодня в Ленином дне рождения, в Ленином юбилее. Имена всех тех, кто нам дорог, близок. И тех, кого мы очень любим. Итак, мои песни. Всего тебе доброго. От самого чистого сердца. Простор небес. Слышите за Крым, и тишина кругом. У меня уголок России, мир, мой добрый отчий дом. Стою, не глядя на часы, березкам шлю привет. Такой задумчивой красы, другой на свете нет. Уголок России, отчий дом, где туман и синие за окном. Уголок России, отчий дом, где твои немного грустные. И глазах, и песни русские. Возможно, мы обряды знаем слабо. Возможно, мы их стали забывать. Но русская серебряная свадьба Красивее придумать, не собирать. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, дешевый мир за окном. Стою на полустаночке, цветастом полушалочке, А мимо пролетают поезда. А рейсы-то как водятся, у горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние годы? Где ж вы, мои весенние годы? Мы с тобой знакомы были, милые, целых двадцать лет. И в старом дворике мы часто спорили, есть счастье или нет. С той поры прошло немало весен, много лет и зимний. Но в ночи звездные, признания поздние, нам выпали двоим. Ах, как часто ищем счастье мы в чужом саду, в чужом саду. В чужом саду запрет нас. Звездочка плывет, душа поет. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мёд. Да, Сережа, чужой не сладок мёд. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мёд. Полюбить тебя, Уж не хватит силы. И одно, и теперь, и хорошо. Где ты раньше был, где ты раньше был, Что так поздно ко мне ты пришёл. Где ты раньше был, Столько дней и лет. Мой единственный, где же ты был? Мы на лодочке катались, Золотистое золотость. Не гребли, а словались, Не качай, брат, головой. В лесу, говорят, Вору, говорят, Растёт, говорят, сосёнка. Влюбился с молодчиком Весёлая девчонка. В лесу, говорят, вору, говорят, Где мы с милым, китыча, В лесу, там зелёная трава. А где мы с милым расставались, Там посохли дерева в лесу. Говорят, вору, говорят, росла, говорят, сосенка. Уже мы не понравимся, молоденький мальчонка. Пусть скакали деревянные лошадки, Пароходики бумажные уплыли мы из детства. Убегали без оглядки, все, что надо и не надо, позабыли. Самодельные игрушки позабыты, но об этом, но об этом не жалеем. Мы серьезно, глубоки и деловики, мы старательно умнее и взрослеем. Мы не знаем, что при первой неудачи, Только стоит, только стоит оглянуться к нам на шапки. Деревянные трескачут, пароходики бумажные вернутся. Пароходики бумажные вернутся. Валентина Толкунова Валентина Толкунова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова